Переставляю опалубку повыше третьего ряда на уровень заливки армопояса. Доброго времени суток, мои подписчики и гости моего канала. Сегодня 12 февраля 2023 года. Скоро весна. Для изготовления опалубки для строительства дома я использовал толстую фанеру и лист щиты USB булочные закупил. Высота стен опалубки у меня примерно 70-75 см. Как говорилось ранее ширина стены у меня 40 см. Для удобства я также соорудил дверной проем из этих же щитов. Чтобы щиты опалубки не разъезжались и не раздувались, я их усилил доской. Также соединил трубками через шпильки, шайбой с гайками. Естественно вся сборка заняла некоторое время. Зато потом очень быстро возводились стены опилки бетона. Ряд за рядом с перестановкой опалубки все выше и выше. Для изготовления опилки бетона я приобрел бетонную мешалку. Ссылка на мой видеоролик в правом верхнем углу. А теперь самое интересное. Из чего же состоит опилка бетонный раствор? Первое это опилки. Сами опилки. Я взял 6 ведер опилок. Засыпал в бетонную мешалку. Далее, естественно, добавил песок. Песка добавил 3 ведра. Ну и самое главное это цемент. Марки 500. Половина 25 килограммового мешка. Ну это примерно одно 10-литровое ведро. Следующий ингредиент это известь. Гошеная известь пушонка. Она необходима для того, чтобы отпугивать грызунов, мышей. Ну и добавляет необходимую прочность. Многие добавляют еще хлористый кальций. Для того, чтобы нейтрализовать ненужные сахара из опилок. Но это необходимо только если опилки являются свежими. Только что с пилорамы. У меня же опилки пролежали некоторое время, полгода под открытым небом. Еще я решил добавить немного жидкого стекла в каждый замес. А также поговорим еще раз об этом удивительном материале. О пилкобетоне. О пилкобетон можно назвать универсальным материалом. На том основании, что его первоначальная консистенция является жидкой. Достаточно текучей массой. Благодаря этому строители могут создавать из данного материала небольшие блоки для последующего возведения стен. Или, установив опаловку, отливать стены полностью, сэкономив таким образом значительное количество времени и денежных средств. Я думаю, многие видели мой видеоролик, выпущенный примерно 4 месяца назад, где я показывал, как я изготавливаю опилкобетонные блоки с названием «За 3 минуты». Если кто-нибудь еще не видел, ссылка будет сверху, в правом углу. Из этих комментариев к этому видеоролику, изготовление изопилкобетона отдельных блоков является довольно-таки продолжительным по времени мероприятием. Сначала надо изготовить, потом высохнуть, а потом уже устанавливать стену. Сырые, да. Кто-то терял. Вообще не такой пилкобетон. Разровняем. Метр опаловки. Метр опаловки у меня получилось 4,5 замеса. Ну что, друзья, интересно? Тогда на этом месте давайте все дружно поставим лайк. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить колокольчик. Так давайте пробежимся, что же сделано на сегодняшний день. Пилкобетонные кирпичи будут очень долго набирать необходимую прочность. Как правило, от изготовления до момента, до того момента, когда блоки изопилкобетона можно укладывать, не опасаясь их усадки, проходит 4 месяца. Если у застройщика нет возможности ждать все это время, лучше воспользоваться технологией монолитного возведения стен с использованием данного материала. Однако, если взглянуть на ситуацию с другой стороны, вряд ли кто-нибудь будет возражать, что возводить стены здания с использованием отдельных блоков небольшого размера гораздо проще, нежели создавать массивную, обладающую высокой надежностью, опаловку и заливать в нее изготовленный раствор. Более того, в ходе строительства массивную опаловку придется переставлять с одного места на другое не один раз. При этом выполняя очередную заливку и помещать исходный материал в полость опаловки, все будет более сложнее и сложнее. Именно поэтому строительство дома из отдельных опилочных блоков распространено в сравнении с монолитным литьем из того же материала. Возведение стен дома с использованием опилка бетона содержит в себе достаточное количество особенностей, точное соблюдение которых обязательно, так как это влияет на многие эксплуатационные характеристики будущего дома. Подписчики задают в комментариях вопрос, а можно ли опилка бетона использовать для строительства фундамента для этого же дома? Сразу хочу отметить, нет. Для возведения фундамента опилочный бетон не годится. Фундамент необходимо строить с использованием традиционных материалов, такие как обычный бетон или кирпич. В моем случае я делал фундамент из бутобетона с использованием битого бетона, который укладывал слоями, а далее заливал жидкой глиной без использования цемента. Подсказка на этот видеоролик будет в правом верхнем углу. Построенный фундамент должен быть выше уровня грунта, как минимум на полметра. Как мы знаем, в снежную зиму снег закрывает стены дома более чем на полметра. И весной он будет таять, и опилка бетон будет впитывать в себя очень много воды. В моем же случае участок имеет большой уклон. И с одной стороны мне пришлось пожертвовать этим делом. В самой верхней точке мне придется хорошенько гидроизолировать нижнюю часть стены. Подобная усиленная гидроизоляция не позволит влаге проникать через бетон в стены дома на основе опилка бетона. Хочется добавить несколько слов по поводу толщины стен возводимого дома. Учитывая, что опилочный бетон способен превосходно удерживать тепло, достаточно, чтобы минимальная толщина стен была 40 миллиметров. 400 миллиметров. Этот показатель напрямую зависит от климатической зоны. Но и одна из дома, которые построены в Сибири, имеет толщину стен 30-35 сантиметров. И жители говорят, что дом у них совершенно теплый. Я же решил сделать толщину стен дома 40 сантиметров. Рассмотрим преимущества строительства дома из-за опилки бетона. Но это первое, собственная невысокая стоимость материала. Второе, простота всех этапов строительства. Третье, это высокая скорость строительства. И уже известно, что дом из-за пилка бетона моностроит не только с использованием блоков, но и методом монолитного литья. Что значительно ускоряет процесс постройки здания. Далее, отличные теплоизолирующие качества. Дом со стенами из этого материала имеет внутри идеальные климатические условия. Внутри строения зимой тепло, а летом прохладно. Благодаря высокой теплоизолирующей способности материала, владелец дома может сэкономить денежные средства на отоплении. Немаловажное значение имеет высокая звукоизоляция. Строение из-за пилка бетона, благодаря особенностям внутреннего строения этого материала, практически не пропускает уличные звуки внутрь помещения. В результате атмосфера дома наполнена покоем и тишиной. Из недостатков имеет тоже, конечно же, пилка бетонный дом имеет высокую гидроскопичность. Тут следует отметить, что во время дождя стены дома не просто быстро, а можно сказать моментально пропитываются влагой, если стены ничем не обработаны и не закрыты. Безусловно, с подобным негативным явлением можно бороться. Однако все существующие методы подобной борьбы влекут за собой удорожание строительства. Необходимо создавать дополнительную гидроизоляцию наружных стен, для создания которой потребуется их оштукатурить своим соответствующим материалом не менее 20 мм. Итак, подведем итоги строительства. Первый этаж я закончил. Возвел монолитные стены, поставил перемычки вместе с армопоясом, установил на первом этаже балки, положил гидроизоляцию и начал вложить блоки керамзитные второго этажа, одновременно укладывая наружную сторону стены из опилко-бетонных блоков. Ну что же, до встречи весной! Всем пока! Вот так по причалке ряд блоков идет строиться.